Значения и последствия нового уровня рождаемости в России для формирования семьи Из многих последствий, которые можно выявить на основе данных, предоставленных в этой главе, три тенденции, в частности, заслуживают упоминания на данном этапе, поскольку они влияют на перспективы развития и или национальную безопасность Российской Федерации. Во-первых, хотя Россия ни в коем случае не продвинулась так далеко в своем втором демографическом переходе, как многие западноевропейские общества сегодня, практически ни одно общество не продвинулось так далеко по этому пути, оставаясь при этом с такими очень низкими уровнями дохода на душу населения. Рисунок 2.18 подчеркивает это обстоятельство. Эта цифра детализирует соответствие между коэффициентами внебрачных рождений и уровнями дохода на душу населения в пределах большого европейского пространства на протяжении жизни поколения с 1990 года. Текущий коэффициент в России, как уже отмечалось, приближается к 30%. Когда западноевропейские государства достигли такого же 30% порога, уровень производства на душу населения в них был значительно выше. Для сравнения между Россией с одной стороны и Францией, Австрией и Великобританией с другой, соотношение на душу населения было почти 3 к 1. Для России и Германии это соотношение составляло более 3 к 1. По отношению к Ирландии и Нидерландам это соотношение составляло более 3,5 к 1. Фактически, второй демографический переход при гораздо более низких уровнях доходов предполагает, среди прочего, что российским «новым пионерам» в этом спонтанном социальном эксперименте матерям страны и их детям будет предоставлено гораздо меньше социальной защиты, чем их западноевропейским коллегам, которые могут рассчитывать на щедрость государств всеобщего благосостояния в своих собственных обществах. Вы прослушали начальные строки данной статьи. Целиком эту статью читайте из текстового файла, ссылка на который дана в описании ролика. Также там найдете ссылки на всю книгу на русском и на ее оригинал на английском. Благодарю за внимание.